Субтитры делал DimaTorzok Вот, и как бы в субботу никто не работает, а ключи только если у Лилии Павловны есть, а сам из ближайших знакомых с Лилии Павловной, конечно, и Катя, вот, и здесь я сначала как-то странно начала, вот, да, ёлка стоит пока что до конца января, надеюсь на это, ну, главное не забыть её вообще, в принципе, убрать, а то мы же любим чуть ли не весной или летом уже убирать, ну, ладно, ладно. Так, настроюсь сейчас, и перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк в данном видео и подпишитесь на мой канал, да-да-да, также на Бусти я прохожу игры новеллы 18+, и выкладываю серии, которые ещё не выложили на YouTube, реакции на Отель Хасбин, ссылка на Бусти в описании под видео, вот, а мы продолжаем. Ну, кому как. Ух ты, тебе идиот. Ну, кстати, да, ей больше вот такой идиот, я соглашусь. Спасибо, Антон, мне он тоже нравится. Это мне дальние родственники из города где-то полгода назад прислали. Он ещё мою кофточку не видел. Мы видели, Катюх, видели. Катя что-то пробурчала себе под нос, я даже и не услышал, зато я услышала, ничего не знаю. После раздалось недовольное фырканье. Ой, давайте без ваших этих, а просто приступим к работе. Вот именно, правильно. Катя посмотрела на меня так, словно я спросил у неё, какой сейчас год. Извините, если может быть начало текста я странно начинаю, потому что я ещё после болезни и всё такое, поэтому как-то оживляюсь потихоньку. Впрочем, их недавно перенесли в класс музыки на время. Как раз пойдёшь со мной и всё перенесёшь. И я только за. Тебя ведь, Петров, учили девочкам помогать. Хоть последняя фраза и была сказана с невероятным упрёком в мой адрес, на лице Кати появилась ехидная, но отнюдь не злорадная улыбка. Видимо, она просто хотела попросить о помощи. Но, как всегда, сделала это в своей манере. Ладно, встречаемся тогда здесь же. А ты с нами не пойдёшь? Удивлённо спросил я. Не волнуйся, Антош. Я заберу кое-что из актового зала и вернусь. Я потом всё скажу. И, наверное, повторюсь так же, когда я читала ещё первоначальный мод по этому поводу. В общем, кто не смотрел, я потом всё выскажу, что тут будет. Можешь не торопиться, Полиночка. А то ты слишком много где успеваешь. Полина, ничего не ответив, молча ушла. А я с Катей направился в класс музыки. Провернув ключ, мы зашли. И сразу у входа наша глубоко уважаемая староста указала на несколько больших коробок, которые мне предстояло нести. Ты мне поможешь? С надеждой сказал я, всё равно ожидая отрицательного ответа. Да-да-да. Конечно, я помогу тебе. Командами, да? Мы подошли к большой коробке. И когда я стал поднимать, Катя неожиданно раскрыл её и достала пару тонких цветных ленточек. Прости, Петров. Но это всё, что я могу унести. Ну, хоть что-то помогает, ладно. Я недовольна посмотрела на Катю, но та только Полиссим улыбнулась. Чувствую помощь, и я от тебя никакой не дождусь. А вот здесь я сейчас взорвусь, потому что у меня очень много вопросов к Полине. Ладно, Антон пошёл помогать. Даже Катя с нехотя хотя бы, ну, так помогает, но в своей манере, ладно. А что делает Полина? Мне вот интересно. Катя развела руками. Но затем её улыбка сменилась на более человеческую и добрую. Она посмотрела на меня и кивнула головой в сторону соседней коробки. Это максимум, что я могу унести из твоей коробки. А вон там лежат плакаты и рисунки. Думаю, они потяжелее будут. Угу, всякая макулатура. Мгновенно моё недовольство словно сдуло. Вот, вот Катька, никогда не поймёшь, что у неё на уме. Вместе мы подняли и понесли тяжёлую коробку, наполненную рисунками. Вот даже здесь Катя помогает Антону. А остальные оказались действительно не такие тяжёлые. И я один быстро их перетаскал. У меня вопрос. А где Полина? Мы тут всё перетаскали. Где Полина? Полина, у меня много вопросов. Почему ты нифига не хочешь помогать нам? Или же ты из разряда, как я ранее говорила, там чуть ли не 12 плюс вот такое, я там говорила. Ну ладно, я уже начинаю бомбить. Извините. Когда все приготовления были завершены, подошла и Полина. Ммм, Полина, ты же куда-то отходила недодолго. А почему ты только сейчас подошла? В руках у него были кассета и старый затёртый портативный магнитофон. А вот это что-то новенькое. Хорошая идея, Полин. Под музыку работать точно будет веселее. Согласна тоже. Думаю, нам стоит задать ритм. Катя снова что-то очень тихо сказала. Кхм, ну, долго вы ещё будете разглагольствовать? Давайте уже приступим. Вот именно. Давайте-ка это работать, а не это. Ня-ня-ня. Полина установила кассету в приёмник. Мы принялись за работу. Ранее мне никогда не приходилось упрошать школу. И вначале я даже не знал, с чего начать. Но затем работа пошла в гору. И если честно, дело это весьма интересное и даже сказать захватывающее. Спустя время коридор, серый и однотонный, начинал перерождаться, становясь ярким и красочным. Вместе с коридором, меняясь и окна. Стоя ногами на парте, словно символизируя победу над властью школьных запретов и правил, мы с Полиной вешали на них вьющиеся ленты, разноцветный серпантин и картонные ёлочки. Ну, хоть где-то Полида помогает. Спасибо! Время от времени мы переглядывались и с улыбками, ничего не говоря, продолжали наряжаться. Так продолжалось до тех пор, пока я не здесь и не отвернулся. И тогда, не теряя времени, Полина схватила коробку и, перевернув её, с ног до головы усыпала меня шмишурой и дождиком. Я даже не успела помниться, как коридор наполнился смехом. Только Катя не весёлая. Однако Катя не смеялась, стоя поодаль от нас с грустным и потерянным видом. Она закрывала стены с облупившейся краской, плакатами и картинками. Глядя на всё это, я думал... Красотища! Наверное, если бы эта школа встретила у меня такой красочной атмосферой изначально, то и желаний ходить в неё у меня было бы гораздо больше. Ну, если красочно, чтобы каждый день было, то да. А когда на один раз, ну... Хотя, с другой стороны, если постоянно так делать, то это надоест. То есть, как бы... Расстановка слагаемых, сумма не меняется. Финальным аккордом нашего творческого порыва стали длинные транспаранты с торжественной надписью «С днём детского творчества!» Пока мы с Полиной их натягивали, стараясь еле удержаться на партах, Катя стояла внизу и издевательски повторяла. «Криво! Ещё кривее! Морозова, да потяни ты на себя! Ага, так... Да... Петров, ты что делаешь? Всё, заново давайте!» Ха-ха-ха, командор! Но вскоре транспаранты всё же заняли свои места, и большая часть рисунков из серпантина тоже была истрачена. Я наконец-то мог спокойно и с гордостью выдохнуть. Надо бы немного попить, да и остатки дождика с волос снять не помешает. И я направился в сторону столовой, и, проходя мимо расписания, я увидел, что фотографии пропавших детей были сняты и заменены на детские рисунки, ну, чтоб не пугать. Возможно, это верно. Их лица и так все знали, а сейчас не очень хотелось, чтобы этот грустный вид портил остальную картину школы, которая за последние пару часов кардинально поменялась. Выпив холодной воды из-под крана и умывшись, я стал возвращаться обратно и, готовясь свернуть в коридор, вдруг услышал разговор. Полина с Катей разговаривали очень тихо, но их голоса звучали крайне раздражительно. Еще в начале дня я заметил, что они ведут себя как-то странно друг с другом, но не придал этому значения. Может, попытаться понять, что происходит, и я вышел из-за угла. Гоп-стоп! Не переходи, Рубикон, Катя. В этот момент они обе меня заметили. Катя сразу развернулась и устремилась в мою сторону. Антон! Ты только посмотри, какое ты уродство! И я задачно взглянул на плакат, который Катя держала в руках. А чего тебе не нравится? Вполне себе красивый рисунок. Красивый? Это ты называешь красивым? Да когда мел с доски стирают, эта мазня лучше смотрится, чем вот эта. И что у него с цветом? Почему здесь все синее? Как захотели, так и нарисовали. Сдержанно, но с нотками недовольства, сказала Полина. Катя холодно обдала ее взглядом и сквозь зубы прошипела. Помолчи, пожалуйста, Полиночка. Антоша! Она снова обратила внимание на меня и, как в ничем не бывало, продолжила. Ты же у нас художник. Можешь их всех перерисовать и сделать зелеными. И я посмотрел на оставшуюся стопку плакатов, стоящую за Катей и, ужаснувшись их количеству, только из любопытства решил поинтересоваться. А почему именно в зеленый? Потому что... Но тут Полина не выдержала и выкрикнула. Потому что под цвет глаз этой эгоистки. О, боже мой. Нашли себе тему. На лице Кати вспыхнул ярко выраженный гнев. А... Это я эгоистка? Какая же ты... Сволочь Морозова. Ты... Ты отняла у меня все! А сейчас... А сейчас ты... Ты просто... Я впервые вижу такой спрят от Кати. О, нет. В этот момент на ее лице выступили слезы. Как же вы меня все бесите! Заканчивайте сами! Она швырнула плакат в сторону Полины и, закрыв лицо руками, быстро побежала по коридору. Катя, подожди. Оставь меня в покое, Петров! Оставь! Тебе есть с кем поговорить! Это что-то новое, потому что я не припомню вот такой сцены. Может быть, была, но я что-то так не припомню. Сквозь слезы прокричала Катя на весь коридор. Что это с ней? Ох, Антоша, давай просто забудем об этом. Полина тяжело вздохнула. Пойдем со мной. Помощь нужна кое с чем. Она махнула рукой, указывая на музыкальный класс. Угу, угу. Снова туда? Ну, хорошо. Я пошел за ней, попутно рассматривая всю ту красоту, что мы успели сделать за сегодня. Вроде все нормально, а тут вдруг плакаты ей не понравились. Могла бы и пораньше сказать. Я бы, может, штуки две и нарисовал для нее. Мне кажется, она не заслужила их. Я не узнаю Полину. Она какая-то слишком... Слишком жестокая. Что случилось между вами? Вы поссорились? Весь день она меня упрекала. А как только я замечание сделала, так сразу разревелась. А обиженно произнесла Полина. Ладно, Антош. Я не должна была так говорить. Извини. Все нормально. Все мы иногда можем вспылить. Я рада, что хоть ты понимаешь меня. Она мило улыбнулась, и мы зашли в кабинет. А что мы будем здесь делать? А, сейчас вспоминаю. А, вспомнила. Полина закрыла дверь на ключ. Оу май. Я обещала тебя отблагодарить за то, что ты нашел мой амулет. Помнишь? Отблагодарить. Ммм. Вы сами подумайте. Отблагодарить. Ммм. Радостно спросила Полина. Да, но если честно, не стоит. Я это от чистого сердца сделал. Выставляя себя рыцарем на белом коне, я ожидал дальнейших действий Полины. Она усмехнулась и пошла к шкафчику. Учитель не разрешает его трогать без спроса. Но я думаю, что он ничего не заметит. Полина достала с нижней полки новенький магнитофон производства японской компании Sony. Вау! Он же целое состояние стоит. О таком каждый мечтает. Моему удивлению не было предела. Как ты, наверное, понял, мне очень повезло с преподавателем. Помнишь, я просила тебя подождать, пока я поговорю с ним? Да, помню. А что? Тогда я сдавала контрольную работу практикой. Учителю она настолько понравилась, что мы решили записать результат. Серьезно? У вас еще и записывающее устройство есть? И все в этой дыре? И я понял, что сказал лишнее. Ой, извини, не в дыре, а в этом поселке. Я согласна с тобой, Тош. Можешь не извиняться. Ласково сказала Полина. А что именно вы записали? Это твоя игра на скрипке? Там не только моя игра на скрипке. Там еще и учитель на пианино играет. Это вальс, Антоша. Вальс? Мы будем... Вальсировать? Да, Антон, да. Учись делать квадратики. Полина включила магнитофон и взяла меня за руки. Старайся не наступать на ноги, Тоша. О, кстати, я вам не рассказывал. Недавно был корпоратив у меня на работе. Вот. И как бы и моя старшая сестра тоже в одной компании работает. В общем, она ходит на Батчату, и она решила меня... Там беда там звучал. Она такая... Пошли, попробуем тебя это... Батчату так потанцевать. Окей. Попробовали. После всего этого, когда мы поехали домой, она такая... Господи, ты не управляешь мне такая. В смысле? Да ты вообще не хочешь это... Поддаваться к партнёру там вообще. Ты как будто бы сама по себе. Ну, блин. Ну, сразу видно, что я какая-то это... Как правильно сказать-то? Сложна в изучении социальных каких-то танцев. А вот современные нормально. Только там, только если просто такие... Там джонс-фанк, вок, кей-поп. А вот парные я, кстати, не пробовала никогда. Вот. И, наверное, у меня нету опыта в танцах именно с партнёрами. Без разницы, какой партнёр, но всё равно. Может, это так сказывается, то, как я Батчату танцевала. Хотя Батчата мне, она как-то не шибко цепляет. Нет энергетики. Вот. А вам какие танцы нравятся? Мне вот интересно. Вот напишите в комментариях. И кто пробовал, тоже пишите свои впечатления. Очень интересно почитать. Мне так нравится, когда там пишут многое. Я прям читаю, читаю. Так. Блин. Прикольно. Прикольно. Пишите так часто и большие тексты. Мне прям нравится очень. Я, по памяти, изначально школы взял Полину за талию. Спайтики. Музыка заиграла, и мы закружились в танце. Мы смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Её милая улыбка завораживала меня, придавая прилив энергии. А её глубокие голубые глаза западали в самое сердце, заставляя душу в прекрасном порыве вырываться из груди. Движения танцев выполнялись сами и по себе, попадая в такт мелодии. Музыка была словно лечебный сироп, излечивающий любые душевные раны. А скрипка в руках Полины превращалась в волшебный инструмент, способный вернуть к жизни даже самого потерянного человека. Интересно, она сейчас чувствует то же самое? Так же ли она наслаждается моментом, как им наслаждаюсь я? Я улыбнулся шире, Полина ответила мне тем же. Не хочу, чтобы этот момент кончался. Я хочу всё время кружиться с ней в танце. Смотреть ей в глаза, вдыхать аромат вежевики. Это всё, что я хочу. Как бы смотрели друг другу в глаза, но они с закрытым глазами танцевали. Окей. Когда запись прекрасной мелодии закончилась, мы остановились. Но расходиться не хотелось, мы стояли, не отпуская друг друга. Это было прекрасно, Полина. Я продолжал улыбаться, не отватя взгляд от её завораживающих глаз. Этот подарок я не забуду никогда. Я согласна с тобой, Тоша. С тобой так приятно. Однако это, к моему сожалению, не может длиться вечно. Я бы хотела ещё больше времени провести с тобой, но мне нужно идти. Полина очень часто упоминает о каких-то делах. И мне стало интересно. Вот именно. Вот скажи, Полина, ты кто? Алиса, которая перевоплощается в определённое время или что? Просто я не знаю, как объяснить. Я тоже не понимаю Полину в каких-то моментах. То она уходит куда-то, непонятно куда. Какие-то дела. То есть она не рассказывает. То есть она тоже секретничает и Тоша какие-то скидет из шкафу прячет. И я тоже не понимаю. И да, я снова возвращаюсь к моменту, когда мы с Катей коробки перебирали. Где в это время была Полина? Где? Вот это интересный вопрос. Она тоже как бы перевоплотилась и куда-то ушла в лес. Нет? Ладно, ладно. Посмотрим дальше. А что у тебя за дела, если не секрет? Я... Полина смущённо отвела взгляд. Ты не будешь смеяться? Нет, конечно, Полин. Я никогда бы не посмеялся над тобой. Начал я уверять Полину. Ну хорошо, Антош. У меня дедушка. Он сам не может ходить. Поэтому мне нужно ухаживать за ним. А-а-а. То есть в это время ты уходила к дедушке. А, кстати, а насколько далеко Полина от школы живёт? Надо рассчитать время ходьбы. Ожидав чего угодно, но не этого я удивился. Полина хорошо учится, отлично играет на скрипке и очень ухоженно выглядит. Так ещё и успевает помогать своему дедушке. Полина, ты большая молодец. Ты очень талантливая, красивая. Так ещё и такая работящая. Ну всё равно как бы очень тяжело, мне кажется. Особенно в таком возрасте, если ей 12, а дедушки, понятное дело, там уже такие года уже. И плюсом, если на инвалидном кресле, то это очень тяжело. Прям очень тяжело. Это получается чуть ли не всю ответственность скинули на неё. Вот. И я, конечно, не вспомню, что в оригинале было. И, в принципе, история там, вот где родители её. Вот. И как бы очень много вопросов. То есть я теперь понимаю, когда я смотрела. Как Купленов шёл по этой ветке там в четвёртом эпизоде. Теперь я понимаю, почему Полина хочет уехать. То есть она от этого, от всего устала. То есть ей очень тяжело. То есть и она себе, скорее всего, поставила такую мысль, что дедушка – это причина, из-за чего она не может уехать. Причина. А надо это всё, конечно, обрисовывать как обстоятельства. Всякое в жизни бывает. Это обстоятельства. То есть никто ни в чём не виноват. И это обстоятельства. Ещё и очень интересно. Если честно, я бы так не смог. Полина сильно засмущалась и отвернулась. Мне никто и никогда не говорил столько приятных слов. Я рада, что ты меня такой считаешь. Я слегка кивну. И только сейчас я вспомнил, что до сих пор держу её за талию, когда она уже опустила руки. Ой, не подумай. Я просто не заметил, заговорился. Полина усмехнулась, сделала шажок вперёд и... Поцелучки! Поцеловала меня в щёчку. Рада была с тобой увидеться. Ну, хотя бы поцелучек в щёчку. Она помахала мне рукой и вышла из кабинета, оставив ключи. Я уставился в стену, практически не моргая. Погладив свою щёку, я взял ключи и вышел из класса. Неужели я ей тоже нравлюсь? Воскресенье встретило меня не так радушно, как суббота. Видимо, природа тоже не рада тому, что я сегодня целый день выполнял домашнее задание. Вчерашний день был для меня незабываемой сказкой, о которой я давно мечтал. Однако эта сказка высосла весь мой запас жизненных сил. Делать ничего не хотелось, особенно после ужина. Встав у окна, я влюбовался туманной погодой. Атмосфера леса, окутанного дымкой, напоминала мне фильмы ужасов, которые я когда-то смотрел. А вдруг посреди деревьев стоит какой-нибудь жуткий маньяк. И смотрит. Будто бы отмечает свою жертву, изучает её повадки перед тем, как напасть. Однако меня это совсем не пугало. Больше вдохновляло. Я сел за стол. Разные мысли смешивались в моей голове, сливаясь в один большой водоворот событий. А что будет со мной в старшей школе? Какой я буду? Не каким? Мне всегда было интересно, как бы я выглядел лет в 17. Как по мне, это самый лучший возраст. Ну, я не соглашусь. Сразу скажу. Вот я тоже думаю, что в 18 годах мы как-то визуально изменимся, и всё так далее, и так далее. Но по факту я сужу по возрасту и так далее. И по внешне, когда сколько там лет у кого-то, в 18 лет ты всё равно выглядишь, как ребёнок. И где-то примерно до 25 лет точно. А дальше уже там, уже ближе к 30 или от 30, там уже визуально видно, что человек визуально взрослый. Потому что не только внешне он выглядит взрослым, но ещё и по уму. То есть, как он говорит, как он думает, как он аргументирует и так далее. То есть, взрослый человек становится только тогда, когда у него действительно в голове есть понимание. Ты одновременно являешься и подростком, и взрослым человеком. Так вот именно, то, что 18 лет – это не повод, что ты взрослый. То есть, ты ещё и ребёнок. Даже и не знаю, что бы я первым сделал, когда стал бы таковым. Ещё думать о работе надо будет, об оплате счетов, налогов. Так ли это страшно, как я себе представляю? Ну, смотря как жизнь сложится у тебя. Задумавшись о взрослой жизни, я представил своих одноклассников. Мяшка наверняка вставил бы себе зубы. Ну, в любом случае, да. А Ромка стал бы руководителем какого-нибудь нелегального бизнеса. Как Потёмкин, да? А кем бы стала Катька? С таким характером ей бы работать каким-нибудь офисным начальником. А что насчёт Полины? Она бы стала известным композитором и писала бы музыку к разным захватывающим фильмам. А я бы мог составить ей компанию, играя на фортепиано. Если бы умел. Ну, ты ж художник. Хотя с её внешностью на меня никто не обращал бы внимания. Интересно, как бы она выглядела в старшей школе? Наверняка ещё той красоткой. И я взялся за кисточку. Ну, знаете, даже если ты красивая сначала, всё равно у кого-то как жизнь тоже расположится. Кто-то, например, выглядел очень молодо-красиво, а к 30 годам как постареет кто-нибудь. Это капец, особенно девушки. И такое бывает. И даже гормонально тоже внешне меняется человек. Как Пушкин во время написания стихов вдохновлялся своей музой, так и я во время рисования буду вдохновляться своей. Со счастливой улыбкой на улице я вырисовывал ровные и аккуратные линии в своём альбоме. Я прекрасно запомнил её лицо, особенно после вчерашнего танца. Ага, я видела, ты там с закрытыми глазами танцевал. Или ты тут только ноги запомнил. Представляю перед собой красивые глаза Полины, и я стал вырисовывать их. Если всё получится удачно, подарю этот рисунок ей. Вытирая кулаком капли пота на своём лбу, я гляну на часы. Ничего себе! Время близилось к двум ночи. Последний штрих остался. Добавив великий глазам, я отложил кисть любой с полученным результатом. Поражаясь самому себе, я воскликнул. Это лучше, что когда-либо рисовал за всю жизнь. Полина будет в полном восторге. Главное Катьке не показывать, а то нытья будет. И я взгляну на свои руки. Пусть я и не такой сильный, как Ромка, зато талантливее мы намного. Очень надеюсь, что Полина оценит мои труды. Похвалив себя, я аккуратно, чтобы рисунок не помялся, положил его между школьными учебниками. Завтра будет отличный день. Застекнув молнию на рюкзаке, я расправил кровать. Ладно, Антон, сегодня ты постарался на славу. А теперь пора спать. До утра понедельника остался бы совсем... Зевок перебил меня. Я сначала испугалась, вдруг его это... Кто-то испугал. Я лег на кровать и укрылся одеялом по самую шею. Открыв глаза, я почувствовал стук своего сердца. Все это время я не пил таблетки. Я быстро, даже не переодевшись, выскочил вниз. Главное не рассказывать маме, а то мне крышка. Я открыл баночку и проглотил пару таблеток. Если так и дальше пойдет. В гробу я видал ваш хваленый Диснейленд. Я поднялся обратно в свою комнату. Теперь буду ходить голодным. После таблеток как минимум час есть нельзя. Я с грустным видом переоделся. Пожалуй, схожу умой и пойду в школу. Давайте-ка на этом остановимся. Ух, ладно. На этот раз получше, как бы, читаю. Но, не знаю. Я оцениваю, что могла получше. Вот. Надеюсь, и вам тоже понравилось. А так мы продолжим все следующие серии. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. А обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Север Дискорд, то, пожалуйста, на YouTube-канале вы можете найти ссылки на группу ВК и на Север Дискорд. Всем большое спасибо. Всем пока.